приветствую всех сегодня у нас будет один интересный на мой взгляд замочек по крайней мере мне он попадался всего несколько раз и значит один раз я его открыл когда-то вот кстати алексей мне его срезание передал и сейчас мне замок его переправили значит этот замок я открыл один раз и так и не понял как второй раз открыть метр замок не удалось я даже не помню направление в которую я открыл и потом я минут сорок сидел с этим замком и ничего повторно вскрыть его не смог вот и вот этот замок тоже чем-то похож видите одна сторона с каким тут отверстием 2 без вот какой стороной ставить в сторону выхода если кто-то знает подскажите то есть какой какая сторона наружная должна быть ну давайте попробуем открыть этот цилиндр вот для вскрытия для вскрытия нужно нам натяжок давайте попробуем вот этот натяжок а то мы его взяли он как раз идеально вообще выполняет свои функции увидите сейчас центр у меня полностью свободен и мне не пришлось заводить с одной стороны а это означает что если я возьму клюшку а ну-ка то я могу работать с двух сторон да и с одной и с другой стороны я могу работать этот натяжок не будет мне мешать давайте диски к сожалению я забыл и сейчас есть время по открывать поэтому воспользуюсь этим хочу потом да ну если получится открыть разобрать изучим пины и возможно сегодня передам все замки точнее уже завтра передам все замки а сегодня смогут дополнить прелесть этого натяжка в том что передавить здесь фактически невозможно то есть именно точнее неправильно рассчитать натяг он натяг подпружиненные получается можно носиком клюшки если не сильный натяг делать продавливать точный пин без послаблений давление на плах цилиндра строение замка этого я не знаю мы попробуем открыть его в одну в одну в другую сторону в какую он откроется усилил натяг усилил натяг вот и мы открыли этот цилиндр продолжим снимать наше видео телефон полностью загружен пришлось удалять что чтобы до записать его в общем мы вскрыли этот замок открыли его с одной стороны вторую сторону я передал вы уже пробуйте вскрыть его самостоятельно я расскажу варианты вскрытия и имеются у этих замков уже когда вы получите эти замочки то есть можно пины пины с балансиром найти иглу которая сумеет пронизать эти четыре пина и один или два пина в зависимости от замка какой вам попадется вы можете добить клюшкой потому что не будет просто обычная подпружиненные пины и давайте рассмотрим баланс баланс мы видим он подпружиненный вот такой баланс и давайте посмотрим вот лузы маленькие в этих лузах две пружинки которые этот баланс удерживает вот потом мы видим пружинки 4 пина установлены 4 пина это те пины которые здесь имеются в этом цилиндре они прорезанные они прорезанные и в эти прорези входят баланс давайте я сейчас достану эти пружинки пружинки вы видите очень маленькие вот и так еще одна пружинка есть и нам необходимо теперь вытащить эти пины пины они имеют до должны иметь по-любому мы видим направляющую вот эти пины имеют так так значит 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 нам нужно нам нужно найти пинцет и мы видим какие здесь пины пины имеют вот такие вот прорези и в эти прорези у нас входит баланс то есть мы видим что есть два ложных две ложных прорези вот и одна самая глубокая которая убирает баланс плах цилиндра может потом крутиться давайте я достану остальные пины мы посмотрим какое строение имеется у этих пинов так так ну так же имеются направляющие блин давайте вытащим вот вот и мы видим четыре пина если баланс пройдет эти четыре пина он уберется уберется и вот мы примерно можем понять какой рисунок секрета если все пины оденем на этот баланс то есть вот грубо говоря у нас идет вот такой секрет то есть вы видите самое глубокое положение на этом замочке вот и я сейчас разложу эти пины и потом ближе это все рассмотрим так одна пружинка где-то у нас выпала но мы потом ее обязательно найдем хотя если честно она нам особо не нужна так обратите внимание баланс пружинки которые подпирают пины пружинки которые подпирают баланс я доставать не буду одна пружинка упала на пол я ее обязательно найду вот обратите внимание более близко так сейчас одну секундочку вот такие вот пины у нас с одной стороны вы видите такую направляющую которая помогает занять этим пинам правильное положение в плаге цилиндра давайте еще раз изучим плаг цилиндра мы видим сколько здесь грязи так это у нас место под ключ здесь мы видим еще раз пружинки не буду доставать ничего в них особенного нет так и как вы видите вот такой плах такие вот направляющие в нем которые вы видели только что на пинах так ну что могу сказать значит вскрывать эти замки можно несколькими способами конечно можно открывать их путем нажатия на пин клюшкой и таким образом попытаться найти необходимое положение но из-за того что здесь имеются такие ложные пазы в которое может провалиться вот этот элемент уже выйти потом он не сможет то есть довольно таки проблематично проманипулировать то есть четыре пина четыре пина и на каждый пин разделен на три части выбрать нужное положение этого балансира довольно таки сложно а когда вы берете допустим иголочку или какую-нибудь такую запчасть вот можно даже клюшку которая кстати возьмем допустим давайте сейчас попробуем посмотрим если у нас здесь или нужно искать ну как обычно нужно искать значит в таком случае вот есть у нас клюшка щуп мы можем эту клюшку щуп вставить вы видите что эта клюшка проходит спокойно то есть щуп 6 миллиметр 0 6 миллиметра спокойно проходит в эти пазы и выбрать самый глубокий паз путем продавливания вначале продавливаем первый пин выбираем самое широкое положение потом 2 3 4 и потом а если больше никаких пинов нет с проточкой то есть мы уже додавлю мать и пины просто клюшка и открываем замок в общем такое видео надеюсь оно было полезным если до подписываемся оставляем комментарии если нет задаем вопросы по возможности постараюсь ответить всего хорошего